I have ways of blowing things up. Надо будет задать этот вопрос чату GPT у меня на телефоне. Я думаю, он даст мне хороший ответ. Приговор Моррису Лестеру остается в силе после отклонения апелляции. Интересно, за что. Посмотрим. Хотя, я, кажется, понял, чем тут прикол. Моррис Лестер, сокращенное имя Моу. Моу Лестер. Растлитель. Ну, это так. Немножечко скрытого юмора здесь. Так что приговор растлителям. Противоречивый мотив, стоящий за расследованием бывшего федерального агента. Подробный разбор. Это интересно. Противоречивый мотив. Хорошо, поехали. Начинаем день. Посмотрим, что сегодня будет. Я надеюсь, что, наверное... Я, наверное, не хочу сегодня видеть Банши. Но надо будет у нас Джорджа. Ему зажигалочку надо будет отдать. А так все хорошо. Ух. Погодите, погодите. Стойте, стойте, погодите. Департамент полиции. В твоей лине 24 на 7. А, погоди, где у меня... А, сториз новая. Ну-ка. На трассе Ай-5. Пробка до самого центра. Ищите объездной путь. Ага, понял. Рэйчел. У вас часто исполняются желания? Мое вот-вот исполнится. У нас часто. Ну, я не знаю. Кстати, Лукас. А вот мы увидели, что он реально чувак с копытами. Он реально сатир, да? А, доброе утречко. Отметочек нравится. 24 тысячи. Фига себе. Ты популярный все-таки. Так, хорошо, чел. Нет, мы смотрели уже. Друзья. Давайте хоум. А, книга рецепта. Погодите, а мы вечернюю молву. Я не читал в прошлый раз вечернюю молву? Хо-хо-хо-хо-хо. Погодите, как я мог это пропустить? Знакомительный период. 19-й. А, тут не было истории. Хорошо. Благодарит вас за подписку. Знакомительный. Та-та-та-та. То есть сегодня только первое. Ух, хорошо, мы ничего не пропустили. Это звезда капелла. Косочка Возничева. Капелла. Хм, автор Рахила Алмат, если что. Так, она смотрит наверх, туда, куда я показал очертания ее шеи сами по себе, как созвездие. Если козочка упадет, мы не сможем загадать... Козочка. Козочка. Ну ладно. Мы не сможем загадать желание, спросила она Пазювэ. А, звезда. Это реально звезда, козочка Возничева. Все-все-все. Я понял. Все, извиняюсь. Мой ступор. Знаете, вот эти козлики, которые впадают в ступор при страхе. У меня был похожий сейчас ступор в чтении про козочку. Хорошо. Мне кажется, тема с падающими звездами устроена чуть иначе. Но, может быть. Интересно. И бывает скучно, когда мы засиживаемся допозднаем мне на балконе наедине со звездами. Я по-прежнему слишком хорошо ее знаю. Узнавать нового человека бывает страшно. Изучать совершенно незнакомое небо, в котором небесные дела еще не сформировали ни одного знака. Где рчащая звезда ее ночи? Какое созвездие гордилево сияет на северном небосводе? Что она прячет под темными облаками? Есть ли место для меня под покровом ее ночи? Когда я спрашиваю себя об этом, то знаю, что избегаю главного вопроса. Есть ли место для нее под покровом моей ночи? Я по-прежнему не уверен, влюблен ли я в нее или она всего лишь девушка с внешностью чуть выше среднего, которая одевается в моем любимом стиле. Милая мордашка, которая не боится себя проявлять. Непринужденная, предпочитающая готическую эстетику наподобие темной академии, как раз в моем вкусе. Я еще не знаю, хочу ли я пригласить ее в свою ночь и сохранить ли для ее сияния местечко на северном небосводе. Готов ли я полюбить? Или она просто заняла пустое пространство рядом со мной, когда мне было одиноко? А что она обо мне думает? Правда, хорошо друг к другу подходим? Или так считает только Тиндер? Почему тут это не поменяли? Почему тут остался Тиндер? Ладно, я по-прежнему много о ней не знаю, мне страшно даже думать об этом. Ей тоже нравится мураками? Не поменялось бы мнение обо мне, если бы она знала, что мой плейлист состоит из одних песен в жанре эмо. Глубокие ли раны у нее остались от предыдущих влюбленностей? Как она думает, когда мы расстанемся? Меня бьет дрожь от одной мысли об этом. Надеюсь, ему виной вечерний ветерок, а не моя тревожность. Она кладет голову мне на плечо, подает знак, чтобы я покрепче ее обнял. Может, делай правду в вечернем ветерке? Или может быть она знает, как мне страшно попытаться подпустить ее к себе? Может быть, она уже показала мне свою галактику фрагментами и деталями себя, сообщениями с пожеланиями добрых снов и милыми японскими смайликами, тем, как она со мной разговаривает, тем, как кладет голову мне на грудь, будто мне уже доверяет. Может, пока я сижу здесь и боюсь ее полюбить, она уже назвала в честь меня созвездие. Я смотрю на сияние возничего, чувствую ее теплое дыхание на груди. Надеюсь, у меня достаточно времени, чтобы полностью ее узнать. И однажды я буду знать о ней каждую мелочь, пока ее карты неба не будут выгравированы в моем сердце. А если капелла когда-нибудь упадет, надеюсь, я успею загадать желание и заменить капеллу на звезду, названную в честь нее. И эта звезда останется там навсегда, на краю моей звездной ночи. Поэтично, с надрывом, трагично частично. Да. Хорошо, что я не пропустил ни одной из этих вещей. Хорошо, у нас тут, кстати, кажется, погода сегодня получше. Я не знаю, дождь идет такой же. Просто мне кажется, что банши не орет и нам свет не вырубает. А так все хорошо. Ладно, поехали. Посетитель. Бодро пожаловать. Кто же, кто же? Э, Сатир. Лукас. Привет. Добрый вечер. Недолго тебе... Недолго тебя не было. Ну, в принципе, знаю. Придется тебе с этим смириться. Тебе здесь всегда рады, что сегодня найдет шей. Что такое? Поехали. Оу. Ну и славно. Он ищет банши. Все в порядке? О, да. Как сказать? Наверное. Знаешь, я с вами ничего не ждал, но... Чутка надеялся, что снова встречу здесь девушку со вчерашнего вечера. Толджа. Итак, очень надеялся. О, сегодня мой первый клиент. Сам вижу. Я знаю, это как-то тупо. В смысле, какова вероятность, да? Мне просто хотелось по-нормальному извиниться. Не знаю, что меня тогда нашло. Ну, да ладно. Я сюда не только за этим заглянул. Ну, блин, тут прям не души. Сейчас, да. Так обычно и бывает. Постоянных посетителей можно ждать. Через пять... Пару... А, посетителей можно ждать через пару-тройку часов. Реально? И дедуля зайдет? В смысле, офицер Джорджи? А, он же постоянный посетитель? Ну, да. Заходит не каждый день, но если появляется, то примерно тогда же. Ясно. Может, тогда есть смысл открываться на пару часов позже? Ну, да. Да. Только вот новые клиенты обычно заглядывают как раз в это время. А, в этом я не подумал. У меня в любом случае норм. Я пока поработаю. Да? Может, я пока и взял паузу, но мне все равно надо кучу всего запостить. Так что займусь монтажом. Если нужна розетка, посмотри под столом, рядом со стеной. Я не хочу ничего сейчас сказать, не хочу никого обидеть. Но те люди, которые монтируют на телефоне, извините, кто вы? Когда говорят, займусь монтажом, это значит, вытаскиваешь ноут, ставишь его на стол и начинаешь фигачить. Это, во-первых. Во-вторых, без наушников это все делать абсолютно летнейшее нереально, потому что тебе нужно еще сводить звук и всякие реакции. Ну, салат, давай я этим загружаю. С телефона это не тружный монтаж. Класс, спасибо. Только здесь нет Wi-Fi. В смысле? Я что, попал в каменный век? В смысле? У тебя нет 4G? Ты же инфлюенсер там, блин, все дела. Игра 23-го года, камон. Кого сейчас останавливает отсутствие Wi-Fi? Наверное, поэтому сюда никто не ходит. Наверное. Я шучу. Зато вся твоя тема с брендингом отлично работает. Тема с брендингом. Ну, местечко же называется Coffee Talk, да? Так что я думал, ты скажешь, что типа мы тут общаемся, а не залипаем в телефоны. Или типа того. Я угадал. Честно говоря, мне это не приходило в голову. Но идея и впрямь такая. Так что, ну, да. В таком случае, гонорар за слоган можешь скинуть по ссылке у меня в профиле. Иди, рожки почисти. Лицензионный сбор брать с тебя не буду, потому что с тобой прикольно зависать. Спасибо. Шучу. Ладно, я пока там посижу, окей. Давай, свали. Это... А, я хотел сказать, что он типа свалит как Фрея. Все, как уходил писать книгу просто и все. Ну вот, теперь я готов сделать заказ. Внимательно слушаю. Чего бы тебе хотелось сегодня? Взбодриться. Можно латте? О, погоди. А можешь замутить кое-что особенное? Латте с медом. А точнее, мед с латте. Ты, главное, меда не жалей. Что, целый улей выжить? Ну, я такое как-то уже пил. В этот раз мед перекрывал вкус. В тот раз мед перекрывал вкус молока. Так что доставай свой улей. Попробуешь с варганчиком не похоже? Ну, хорошо. Супер. Тогда мне латте с медом. И меда побольше. Тут три ингредиента. Во-первых, молоко. Сброс. Мне нужно кофе. Мне нужно молоко. И мне нужен мед. По идее, смотрите, в чем прикол латте. И так, большая часть молока, чем кофе. Тем оно и отличается от капучино. Но... Погоди. Ну-ка, сброс. Еще раз сброс. Ну-ка, кофе. Мед. И молоко. Тогда молока будет вообще мало. Я так понимаю, что... Не то. Есть разница от перемены. Смотрите. Теплый три. Освежающий один. Сладкий четыре. Горький четыре. Сброс. Кофе, молоко. Ой, какая корица. Кофе, молоко. Мед. Более теплый, менее сладкий. Ммм. Есть разница. Потому что я посмотрел. Тут у нас, типа, верхняя часть, она гораздо меньше. Если мед поставить последним, то он будет не такой сладкий. Значит, меда побольше. Окей. Делаем кофе. Мед. И молоко. Надеюсь, что в таких пропорциях приготовить. Ну, выглядит вполне очень даже подать. Держи. У меня даже выливается. Спасибо. Симпатичненько получилось. Я новый рецепт открыл, да? Так, что-то там уже запостил. День рождения. 3 декабря. Кайфоломщик. Знаток соцсетей. Деловая та-та-та-та-та-та. Кайфоломщик. Так, сториз. Нет, мне нужен новый рецепт. Трудолюбивая пчелка. Окей. Я узнал что-то новое. Идет вторая игра. Я узнал что-то новое. Спасибо. Возможно, у меня в первой не получились квесты именно из-за этого. Хоро... Блин. На самом деле, мне-то так бесит. То, что он все фоткает, потом постит. Но я понимаю, что это часть его жизни, его работы. Но все-таки пришло время испробовать. За тебя. Козлина. В смысле, сатир. Как тебе? Супер. На вкус совсем, как я помню. Здорово, что так. Честно говоря, понравилось не особо. Очень уж приторно, даже для меня. А ведь раньше я постоянно такой пил. Заряжает энергией, когда нечего перекусить. Надо же. Что такое? Получается, этот напиток тебе еду заменял? Ну, типа того. У меня раньше туговато было с деньгами. Я кое-как перебивался, ночевал, где придется. Пока не переехал в дом к давним приятелям. Так что, да. Воспоминания прямо нахлынули. А? Что такое? Что-то мне подскажет, что ты больше не любишь кофе именно по этой причине. Думаешь? Ага. Я, конечно, кофе обожаю. Но мне кажется, пить его вместо завтрака, обеда и ужина так себе иди. Даже если в нем литр меда? Даже если в нем литр меда. И молока. И молока? Желудкинкая смесь превращается в кислоту. Ой. Так что, так себе рацион. Это да. В принципе, ну, логично. Стремнотень. Извини. Не, не. Благодаря тебе разрешилась одна из величайших загадок моей жизни. Так что спасибо. Ну, разу мне получилось помочь. Теперь я больше никогда не смогу смотреть на трудолюбивую челку по-старому. Добрый вечер. Подожди, с добрым вечером. Аквия! Давно тебя не видел. Погоди, это было... А что еще? Миртл. Ооо. Ты до сих пор с Миртл возишься? Блин, Аквия, серьезно? Ай. Это же эти разработчики игр. Какой приятный сюрприз. Не хочу всем все спойлерить, но... Миртл мне не особо нравится по некоторым причинам. А Аквия? Аквия слишком мягкая и... Ну, скажем так, не входит ни в какие конфликты ни с кем, поэтому... Давно не виделись. А-а-а, привет. Сколько лет, сколько день. Как твои дела? Мы тут гуляли неподалеку и решили зайти. А вообще, если вот так вот на них взглянуть, они выглядят как пара лесбух. Но... Зная их историю из первой части... Ладно. Молодцы. Ага. Отличный попыток сменить тему. Эм... Че? Аквия? Слушай, я просто хочу, чтобы ты внимательно перечитала их условия. Я просто хочу знать, поможет ли ты мне или нет, если я соглашусь. Потому что пока все очень условно. Она и говорит про условия. А потому, как ты об этом говоришь и... И не скажешь, что условно. Поэтому я и переживаю. Эм... Признаю. Может быть, я рано радуюсь. И это не так важно. Я просто хочу знать, поддержка меня или нет. Потому что это особенный проект, Миртл. Я очень хочу, чтобы эта игра вышла. Хотя пока мы не выполнили половины работы. Но это только пока. Я насчет условий... Да кто знает, Миртл. Может, мне такие условия как раз и подходят. Они подталкивают меня усерднее работать. И мы сможем все закончить. И же совсем подталкивают тебя, говоришь? Хе-хе-хе. Вопиющая беспечность. И ты сама знаешь, что это так. Аквия. Знаю. Ты не... Слушай. Давай потом обсудим. Ладно? Избавься от нее. Ладно. Вот видите, она такая мягкая. Ладно. Они даже кофе не заказали. Они просто пришли сюда посраться. О, привет. Привет. Жаль, что тебе пришлось на это смотреть. Да, все в порядке. Мы кое-что обсуждали. Извини за беспокойство. Это все нормально, правда? Честно, я просто радуюсь тому, что вы заглянули. После такого-то перерыва. Итак, как насчет что-нибудь выпить? Само собой. Только надо подумать. Не торопись. Ты уже решила, мертву? Я буду пряный чай с молоком. Пряный. Чай с молоком. Какие пряности тебе добавить? Немного корицы. Знаешь, тебе виднее. Хорошо. Мне чашку пряного чая с молоком. Так. Хорошо. Чай обычный. Молоко обычное. Пряности. Ну, корицу. На, держи. Сама такая, говоришь, хочу чай с корицей, потом... А, нет, сам решай. Спасибо. Шай Адени. Подать. Шай, если что, чай на других многих языках тоже. На хинди, если я правильно помню, тоже шай называется. Во многих, кстати, арабских и вот этих вот азиатских языках это шай. Собственно, слово чай в русском языке, оно как раз взялось из Индии, а из Азии. Как и многие другие слова в русском языке. Но это так. Спасибо. Приятного. Так, рецептик-то мне записали. Промиртл мне, да-да-да. Спасибо. Так, а что ты хочешь? Что я люблю? Время для себя. Как я уже писал, работаю над серией игр Full Metal Conflict, типа Full Metal Gear, если что. А, мелочек, вот три смайлика, один красный, три зеленых. Это... А, я понял. Только близкие, только... Понял, как это работает. Чаёчек Шай Аденни. Оп, не туда. Жалко, что он из кем-то закрывается. Хорошо. Чисто мышкой приходится играть. Как тебе? Вкусно? У тебя отлично получилось. Приятно слышать. Не, не, не послышалось. Называется Шай Аденни? Да. В составе есть немного кардамона и несколько других пряностей. Я вожил туда корицу! Ладно. Так что этот чай точно можно назвать пряным. Понятно. Ты его заказал, потому что вспомнила про документалку, которая тебе рассказывала? Да. А я посмотрел ее вчера ночью, пока работал. Мне стало интересно, что это за напиток, но я забыла его название. Кажется, я решил, что хочу заказать. Давай. Слушаю. Что тебе приготовить? Вижу, на полке обновился ассортимент. Это же цветки мотылькового горошка? Да, у тебя глаз на мёд. Я как раз... А как... Я как-то заваривал из них чай. Даже не один раз, если честно. Люблю пить такой в офисе. Ты к ним что-нибудь добавляешь? Да, мяту, да побольше. Сделаешь, как я люблю? Конечно. Дай мне чашечку синего чая и добавь побольше мяты, пожалуйста. Без проблем. Синий чай. Мята, мята. Побольше. Приготовить. Без сахара. Безмятежность аквии. Прикольно. Название хорошее. Это именная чашка. К тому же, ну, типа именной чай получается по её рецепту. Так, аквия у нас немножечко обновилась. Безмятежность. Безнадежность. Так, чашечка очень особенного чая, держи. Спасибо. Красота, правда? Хотелось сказать то же самое. Цвет напоминает мне Амори. Точно. Как тебе? Очень вкусно. Здорово, что тебе понравилось. Когда на меня нападает тревожность, всегда завариваю себе этот чай. Но я ещё добавлю немного сахара и лимонную соль. Серьёзно? Соль? Ну да. Надо же. Чуть бы... Что будешь пробовать в следующий раз? Может, тут чай с солёным маслом? Мне казалось, что это ты хочешь его попробовать, Миртл. Ещё чего. Даже представить не хочу, какой он на вкус. Хотя мне любопытно, сильно ли масло отличается от обычных сливок. Но пить чай с солью я пока не готова. Недавно я рассказывал Миртл о документалке про горячие напитки в разных странах. Есть столько разных странных рецептов. Ты тоже посмотри. Кто знает? Может, вдохновишься на создание чего-то нового. Это интересно. Как называется документалка? Тепло через край. Вкусные напитки со всего мира. Тепло через... А, я бы посмотрел... Ладно, название скучное, но сама документалка очень необычная. Там нормальные напитки тоже есть. Обязательно посмотрю. Спасибо за наводку. Обращайся. Теперь я готова к ночи. Залон на работе? А, да, все нормально. Надо просто выкроить немного времени, чтобы дополнительно поработать над моей игрой. Твоей игрой? Ого. Той, которую презентовали на G... Как... Как там... Кажется, Gaxpo. Да-да-да, Gaxpo. Той самой. Круто. Говорят, туда сложно пробиться. Так что похоже, то талантище. Ой, да не-не. В смысле... Эм... Без помощи Меткл ничего не вышло. Реально? Ты туда попала по спискам инсайдеров, что ли? Ой. Извиняюсь, что влез в разговор. У меня в команде есть чувак, который помешан на играх, так что он мне все уши про это прожужжал. Не обращайте меня внимания. Прошу, продолжайте. Ей заинтересовалась одна из ее любимых издательств. Правда? Да. На Gaxpo к моему стенду подошел их представитель. У Миртл в тот день были другие дела. Хорошо, что рядом с тобой не было Миртл. Пришлось задержаться в отеле, чтобы навести порядок в файлах компании. Да, жаль, что так вышло. Я осталась одна и просто места себе не находила. Ну так вот, мы с представителем немного поболтали о моей игре. Думаю, мне удалось его заинтересовать, потому что я решила о том, чтобы ее издать. О-о-о. Мне тогда казалось, что он сказал, что это из вежливости. На прошлой неделе мне прислали черновой вариант договора. Отличные новости. Отличные же. Ну, я сначала очень обрадовалась. Я ведь давно фанател от этого издательства. Ага. Но, как бы сказать, не нарушив соглашения и не разглашений, условия так себе. Значит, ты это все-таки понимаешь. Кстати говоря, соглашение и не разглашение ты еще не подписал, так что тебе нет перед ними никаких обязательств. Ну да, только я хочу поступить добросовестно. А зачем? Они явно не думали про добросовестность, когда предлагали тебе такие условия. Ну, погодите, это крупный издатель. Вы маленькая инди-компания на полтора человека. Давайте быть, пожалуйста, reasonable, что называется. Ладно. Если не секрет, можешь рассказать об условиях побольше? Извини, это не совсем понятно. Ну да, конечно. Короче говоря, они собираются вложить в игру деньги и покрыть все необходимые расходы. Как минимум, это вклад с их стороны, я про это и говорю. Они возьмут на себя маркетинг, продвижение, распространение и прочее. Ясно. Но если я не смогу ложиться в срок или откажусь вносить в игру предложенные ими изменения, или нарушу какой-либо пункт договора, многие из которых довольно спорные, то я буду обязан вернуть им все деньги, вне зависимости от того, насколько готова игра. Что? И речь о довольно внушительной сумме. Не-не-не, погодите, погодите. Минуточку, ребят. Тут все очень просто. Это большой издатель. У нас есть разработчики и у нас есть издатели. Все это прекрасно понимают. В этом и фишка издателя, что он вкладывает туда деньги, в свой проект. И за счет этого имеет рычаги давления. Ну, то есть, например, если он заинтересовался игрой, как таковой, то... Извините. Так вот, я же говорю, если он заинтересовался как таковой игрой, значит, его интересует именно сама игра. Да, он захочет нести некоторые дополнения, потому что он такой большой и злой, этот издатель, а потому что у них там есть совет директоров, у них там есть обладатели акций, они все будут смотреть по маркетингу. Это большой бизнес, это ААА, так и делается. То есть, хочешь издавать инди, делай маленькие игры за дешевые деньги. Дофига есть хороших инди-игр, включая вот эту, которую я сейчас играю. В то же время, дофига ААА-проектов, вышедших хотя бы в этом же году, они абсолютнейшие отстойщие. Вот в этом и прикол. Это не какие-то зверские условия, это нормальные условия. Просто тебе нужно решить, хочешь ты это или нет. Так что не надо говорить о том, что это какие-то плохие условия, и что они не имеют права так делать. То есть, это вполне, они имеют вполне права так делать. Это их деньги, это их вложения. Могу тут представить. Если этого не сделают, то права на игру полностью перейдут им. Ты получишь огромнейший процент от продаж, как автор идеи, как всякое такое. А если игра разойдется, будет хорошей, разойдется, как ААА-проект, ты получишь такие деньги, что ни тебе, ни твоим детям, ни твоим внукам никогда не придется работать. Это современная индустрия. К тому же, подумай Акви еще над тем, что издав сейчас эту игру, ты получишь очень хороший буст для реализации своих следующих проектов. Я же уверен, что это не одна игра, над которой ты задумывалась. То есть, ты можешь сейчас, грубо говоря, пойти на уступки, для того, чтобы эта игра вышла по их правилам. Ну, окей, согласен, это не совсем приятно, но это тебе даст огромный буст для того, чтобы в дальнейшем уже нанять свою команду, сделать свою маленькую студию и с этого уже разрабатывать игры без больших издателей. Короче, я считаю, что это нужно подписывать. Даже не знаю, что сказать. Наверняка это какая-то ошибка, такое ведь может быть. А что, если договор нарушить они? Игра останется моей. Понятно. Все честно! И все? О, нет, не все. Еще мне придется вернуть им неиспользованные инвестиции. Неиспользованные! Неиспользованные! Опять же, все честно. Что? У меня была такая же реакция. Неужели они это всерьез? Вот-вот. Нет, погодите минуточку. Давайте так. Они вкладывают, вкатились, вложили там, не знаю, 3, 4, 5, 6 миллионов. Они нарушают какой-то договор. Она при этом остается со своей игрой. И со всеми теми деньгами, которые в нее уже ввалили. Где минусы? Я, может, что-то не так понимаю? Это же еще не все, но... Ничего. Думаю, суть мне теперь ясна. Когда я прочитал договор первый раз, то подумала, может, условия такие, потому что это черновой вариант. Ну, может быть, кстати, да, это черновой вариант. Давайте еще и об этом не забывать. Еще я подумал, что это все, может быть, можно будет обсудить, в случае чего поменять. Пока не обратилась к Мертлу за советом. И она тебе все испортила. Ясно. Аквиадоговор дрянь. Знаю, я понимаю, но... Я просто задумываюсь. А что если все договора... Да! То есть, ну, они, конечно, какие-то лучше, какие-то хуже. Все зависит от оригинальной идеи и от кучи других разных факторов. Но, по сути, все договора с большими корпорациями такие. Они дают дофига денег, они ставят некоторые условия. Это нормально. Что если лучшего варианта не будет? В том-то и дело, что будет. И не слушай вот эту зеленую тварь. А если... Нет? Все равно мне поможешь, Мертл. Или нет? Тебя это на самом деле беспокоит. В данный момент... Так, брось. Я знаю, что ты не глупышка. Мне бы хотелось, чтобы ты услышала, что я на самом деле тебе говорю. Вместо того, что ты себе представляешь. Что ты имеешь в виду? Извини, секундочку. Мне пора. Нужно помочь со счетом для завтрашней презентации. Понятно. Ты как, в порядке? Думаю, да. Мертл, ты идешь? Знаешь, я ненадолго здесь задержусь. Ладно. Ну, до встречи. Пока, Квен. Получит у тебя добраться. Просто в прошлой игре меня бесила Мертл своими тупыми вот этими вот... И сейчас она меня продолжает бесить. Лукас, не лезь. Она тебя сожрет. Ты как? Да нормально. Меня просто выбесило, что она начала задавать все эти гипотетические... Это... Какие гипотетические вопросы? Всегда нужно все ставить под сомнение в таких случаях. Гипотетические вопросы? Какие это? Например, забирай, если ей помогать, если она согласится на что-то подобное в будущем. Что это за вопрос вообще? Как будто она мне не доверяет. Я тебе не доверяю. Причем тут... Или моим словам, раз уж на то пошло. Мне кажется, дело не в том, что она не доверяет тебе или твоему мнению. Она во всем видит потенциальные возможности. И вот ей прислали этот сомнительный договор. Он несомнительный. И он черновой. Еще не обык то, а ее любимое издательство. Это плюс. Наверное, она сейчас даже не знает, что думать. А эти правда? Ну, я ведь рядом. Чтобы все испортить? Да. Ей не о чем беспокоиться. Все же вполне возможно, что она переживает. Если она так переживает, почему бы тебе не сказать что-то, типа, конечно, я помогу, но только если условия будут не такими паршивыми. Вроде нормальная идея, разве нет? Ну, только если ты уже не сказал, а тогда не знаешь, что еще предложить. Я подумал, что если я скажу это? А она все равно решит подписать договор. Это ее жизнь, это ее дело. Какой ты после этого друг? Если... Блин, ты никогда и не была другом. То потом уж точно не смогу отказать и в помощи. Ты в принципе не должна отказывать и в помощи. Вы друзья. Какого черта? Ааа, ясно. К тому же мы с самого начала договорились, что будем работать над игрой только в свободное время. Так что, по сути, ты не уверена, что хочешь в это ввязываться. Ты о чем вообще? Конечно, нет. Все меняются, когда замешиваются деньги. Всегда. Ага, с этим не поспоришь. Я знаю, как работают некоторые подобные компании. Они ищут обычных ребят с интересными идеями. Забирают их из проектов то, что им нравится, а от остального отказываются. Им плевать на чужие труды. Может, это издательство и одно из ее любимых, но это еще не значит, что такая сама компания приличная. Особенно, если взять расчет тухлый договор. Он только показывает их истинное лицо. Да уж. Я не знаю, ребят, вот эта проблема, она раздута и абсолютно неоправдана. Мне очень нравится работать с ней над игрой. Правда, нравится. Обожаю, когда она рассказывает, какие идеи хочет передать через нее. И никакая компания не связывает нам руки. Так идите и работайте вдвоем! Какого черта? Так что обсуждать, как мы собираемся воплотить наши идеи в игре, интересно и приятно. Вот уж чем не хватает на работе геймдизайнером. Знаете, что? Знаете, что? Знаете, знаете. Короче, смотрите. У нас есть огромные ААА-проекты, которые выходят как хорошие, так и плохие. У нас есть инди-проекты, которые выходят как хорошие, так и плохие. Знаете, что? Посмотрите на экзаниму. Насколько это офигительная игра. Насколько она классная, хорошая. На нее постоянно пытаются допиливать маленькие обновления. Но вся проблема в том, что этой игрой занимается там полтора человека. И она находится в стадии бета сколько уже? Четыре, пять лет что-то такое. И если бы этим занималась большая корпорация, сто процентов ее бы уже допилили, она бы уже вышла. Стала бы она от этого хуже? Я не знаю. Но то, что она до сих пор не вышла из стадии бета, и то, что она до сих пор не исключительно данжи, опять же, да, это делает человека с любовью и душой. Это хорошая игра, я не спорю. Но сколько ждать, когда она выйдет по-настоящему? Еще пять лет? Еще десять? Выйдет ли она? У человека не будет времени, вот он занимается в свое свободное время. Так что это очень все, очень спорный вопрос. Ясно. Поиграйте в экзаниму, кстати, очень рекомендую. Мне просто хочется, чтобы она поняла, что я просто переживаю за нее. Не без причин. А, в точку. Только вот ты же делилась своими этими мыслями со своей подружкой. Что? Что бы? Что бы ты не стала этого делать? Потому что она тупая, чел, Лукас. Извини, пожалуйста, я понимаю, тебя не было в первой части, но вот познакомься. Это Миртл, она тупая. Все. Не то, что я специально подслушивал, но когда вы говорили подслушивать, это как-то жутковато. Ну да, извиняюсь. Вы орали на всю кафешку, если что. Никто не подслушивал. Если откинутый факт, что я жутковатый тип, очевидно, ты много об этом размышлял. Ну, блин, если все то, что ты ей сказала, это настолько стремно ей прислали контракт, а в остальном промолчала, я бы на ее месте тоже нормально так и расстроился. Потому что тогда сразу задаешься вопросами, а поддержит ли меня друг? Нет, конечно же. Или может друг вообще пофиг? Скорее всего. Создается впечатление, что этот проект для нее много значит. Ты сама сказала, работать с отношениями лучше не смешивать. Так что вполне возможно, что она парится о том же, о чем и ты. Можно ведь... Может ведь такое быть? Сказав это, теперь мне еще больше кажется, что я вчера повел себя как кретин. Почему осознание обычно приходит на следующий день? Я думаю, ей могло показаться, что ты грубо себя повел. Думаю, ей могло... Что ты... Что? Миртл, ты о чем? У меня просто и мысли не было, что она не так меня поймет. Наверное, я слишком много воспринимаю как должное. Это ведь я ей не... Это я ей ведь не доверилась. Не хотелось перемен. Хе-хе-хе-хе-хе. Позорище. Ну и какая после этого подруга? Некущая! Я про это же тебе говорю! Мне пора валять отсюда. Хорошо. Надеюсь, все решится. Увидим. Удачно... Неудачно. Иди отсюда. Ага. Пока-пока. Блин. Давайте поменьше Миртл в этой части. Я не хочу ее видеть натвердительно. Ну, юночка. Я вообще ничего не успел сделать. Печально. Здесь вообще часто такое случается. Я не конкретно про них, а в целом. Ну, похоже, тебе к этому не привыкать. Так что ответ по-любому. Да, я прав. Не ежедневно. Но довольно часто. Круть. Круть-круть. Значит, вот она реальная причина, по которой это местечко называется кофе-ток. Да? Людей рядом с тобой так и тянет поболтать. Думаешь? Даже не рядом с тобой, а в этой кофейне в целом. Блин, здесь даже я говорю о себе больше, чем обычно. Это странновато. А с другой стороны, испытываешь что-то вроде катарсиса. Прямо за комплимент. Наверное. Да-да, конечно. Это такая фишка. Мне кажется, это даже полезно выговориться, при этом не напиваясь в треск. Вспомнить об этом потом гораздо приятнее, да? Какая возможность для самоанализа? Интересная мысль. Да ладно. Кстати, пока не забыл. Можешь кучту себя поддержать? Спиннер. Спиннер с ссылками на соцсети на обратной стороне. Спиннер? Моя старая визитка. Если вчерашняя девушка еще раз к тебе заклянет, передаш ей? Ты о Риане? Риона. Риана. Ага, теперь я понял ссылку, ладно. На второй день я понял ссылку. Да, о Рионе. Хочу перед ней извиниться. Но мне не получилось найти ее онлайн по одному лишь имени, если это вообще ее настоящее имя. Я подумал, может ты передашь ей его, там есть мои контакты, так что она сможет написать мне в соцсетях. А в такой форме она ведь вряд ли ей выкинет сообщение, да? Даже зависит от человека. Личные контактные данные, контактные данные инфлюенсера, чтобы... Короче, ладно, мне вторую штучку закинули в ячу. Думаешь, она его выбросит? Честно говоря, сложно сказать. Ну вот, нервишки заиграли. Можешь отдать несколько секунд? Эм, ладно. Да нет, оставь себе. Нельзя расклеиваться. Может оставишь свою почту? Так жест получится более личным. Думаешь? Казалось, ей будет удобнее связаться со мной, если жест будет менее личным. Поэтому я подумал, что если она напишет мне в соцсетях, так будет лучше. Но с другой стороны... Да нет, ты прав. Пусть лучше напишет мне прямо на почту. А вдруг она его выкинет. По крайней мере, ты будешь знать, что честно постарался. Ну это да. Ну ладно. Доверюсь тебе. Название профиля... Номером телефона. Контактные данные, чтобы какой-то мог с ним связаться. Это мне придется потом выбрать, что ей передать, да? Я понял. Раз так, передашь ей сообщение, когда тебе покажется, что настал последний момент. Если она вернется, конечно. Сделаю, что смогу. Ладно, супер, спасибо. Ты лучше всех. О, черт. Пойду-ка я пока дождь не зарядил в полную силу. До встречи. Не зарабатывайся тут, окей. Хорошо. Хорошей дороги. До скорого. Читаешь мои мысли? Ну, еночка. Все, тогда будем потихонечку... О, мятный чай, галактика. Будем потихонечку тогда на этом закругляться. Второй день он не закончился. Третий у нас будет в следующей серии. Поэтому спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладжек, всем факеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok